Новое видео выходит каждый день в 20.00 Существует немало обзорщиков на сервера Сампа, отснят не один десяток обзоров. Однако, только один обзорщик из всей этой кучи удостоен по-настоящему большого внимания. А имя ему Данил Геррара. О нем мы сегодня и поговорим. И давайте же посмотрим, правда это или нет. Потому что возможно, вполне возможно, я ни на что не намекаю, но вполне возможно, что нас, как и меня, как и вас, могли нас всех обмануть. В данном случае на проекте Movie Server Reloaded Roleplay. И сделать все прочее. Итак, мы переходим к обзору непосредственно самого сервера, того, как он себя позиционирует, того, что тут вообще на данном проекте присутствует и все прочее. Вот, как видите, я уже прошел регистрацию в начале, ввел свой пароль. Тут для регистрации нужно ввести только пароль. Вот, и сделать все прочее. Вот, смотрите. Я, значит, хочу выбрать себе скин. И смотрите, что тут. Сразу видим, что с самого начала игры нам доступны абсолютно все, понимаете ли, скины, которые есть на, вообще в GTA San Andreas. Вы думаете, что это нормально? Вот так вот, чтобы сразу были доступны абсолютно все скины. Причем, смотрите, что я тут заметил. Смотрите. Даже несмотря на то, что у меня ник мужской, Данил Гуирер. Я могу выбрать женских персонажей. Я вам даже покажу, что я действительно могу их выбрать. Также, также, тут я могу заспавниться на двух разнообразных местах, о которых вы, возможно, даже никогда в своей жизни не слышали. Это Миссионарий Хилл и Лос-Антес Обсерваторий. Вот, смотрите. Я заспавнился. Все. Считайте, что я заспавнился за темнокожую какую-то женщину, которая вообще непонятно как, откуда здесь появилась и все такое. И пусть наш дорогой обзорщик практически всегда был чертовски предвзят к серверам, на которые он делает обзоры люди. Люди, они его любили, смотрели, а некоторые даже уважали. Итак, для того, чтобы максимально правильно оценить экономику, хуеномику на данном сервере, нам нужно прикупить себе машину и все такое. Слава богу, на данном проекте машину можно иметь абсолютно-таки точно без дома. Я вам это даже продемонстрирую. Вот, смотрите. Я захожу в слэш В, слэш В, возможно, и смотрите, что я тут вижу. Абсолютно все машины, которые есть в GTA San Andreas на данном сервере, тут абсолютно бесплатно. То есть, я себе могу взять абсолютно любую машину, даже вот машину таксиста, при том, что я не являюсь таксистом, я ее могу себе взять. Вы спросите меня, но как? Как обзорщик, чьи обзоры смотрели толпы людей, вдруг стал никому не нужен? Как? Что это может свидетельствовать? А это нам может свидетельствовать только о плохой экономике на проекте. То есть, смотрите, даже вот так уже, это даже покупается, знаете ли, не за донат, не за какие-то прочие вот эти вот привилегированные все вещи, вот за всю прочую вот эту вот штуку. Тут это все покупается просто за бесплатно, за воздух буквально. Это свидетельствует нам о плохой экономике на проекте. То есть, реально, вот эти вот разработчики проекта, они делают вот полнейшую донат-машину без вот какой-то души, без каких-то прочих вещей на проекте. То есть, одна донат-машина, одна коммерция уже пошла. Я не понимаю, может ли вообще проект в GTA Sam в 2019 году такое делать, но в самом деле он такое тут может. И смотрите, что я тут еще заметил. Нужно в чат просто ввести VGAD, VGAD, кто гад, не ясно. И все, и у нас машина чинится, и смотрите, она после этого больше не бьется, все. Она бессмертная, абсолютно точно, все 100%. Как вы думаете, на ролеплее проекте такое вообще может быть? Мне кажется, что такое быть не может. Потому что тут плохая экономика, все скины сразу доступны. Конечно же, спасибо за то, что тут не скины бомжей, да, то есть, и так далее. Но тем не менее, вы видели эту хуйню? Я видел, охуеть. Пиздец, это нормально. Вот вы, вот в комментарии сейчас напишите, это нормально, что тут вот такие вот машины все есть? Или ненормально? И все, все скины вот тут, я это нормально или ненормально? Вот я вас спрашиваю сейчас на данный момент. Вот как вы думаете? А я вам отвечу. Он играл роль человека, которым он никогда не являлся, и являться уж точно не будет. Этакий клоун с юношеским максимализмом максимальной степени и чудовищным конформизмом. Маленький идиот, засирающий все и вся. Только если это не шаблон, который он сам себе построил на основе других серверов, которые, по его мнению, были лучше, чем те, на которые он делает обзор. Так, ну что ж, дорогие друзья, хотел бы вам напомнить, что мнение автора является частным. Он может не совпадать с мнением зрителей и создателей проекта и вот со всеми прочими людьми. Но смотрите, что я тут еще нашел. Смотрите, тут можно бесплатно взять оружие, любое, вот мое любимое, и начать кромсать тут абсолютно всех за какую-то бабу-негра. Это нормально? Нет. Мне кажется, что это абсолютно точно ненормально и является полнейшим наебаловым, да, наебаловым частных нормальных игроков, таких как я. Так, ладно, давайте я сяду в свою любимую машину и вам расскажу теперь весь вердикт, что я могу сказать. Администрация тут, на данном проекте, отвечает нормально, все происходит более-менее грамотно, все происходит нормально. Однако, нельзя отменить тот факт, что на данном проекте есть скины бомжей. Поэтому моя оценка данному серверу 3 из 10. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Данил Геррер. Скины бомжей, блядь! Но вот, мальчик повзрослел. От былого максимализма ничего не осталось. И стал наш мальчик жить-поживать, да добра наживать. В этих ваших самп-индустриях. Но хорошо это или плохо, решать только ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok